С вами Ян Матвеев. Мы собрали для вас всю известную на данный момент информацию о теракте в подмосковном Красногорске. Вчера вечером в Крокус-Сити-Холле произошел теракт. Несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Все билеты на концерт были раскуплены, так что в зале могли находиться более 6 тысяч зрителей. По разным данным в портер ворвались от трех до пяти человек, они начали стрелять по зрителям. Вот видео из зала. Люди в зале легли на пол, потом начали выбираться ползком. В какой-то момент террористы бросили в зал гранату или зажигательную шашку. Видео очевидца. Несколько террористов расстреливали людей на входе в Крокус. По кадрам нападения видно, что террористы действовали быстро и по какому-то заранее продуманному плану. Видно, что это обученные и опытные боевики. На входе они убили охранников и стоящих у двери людей. Затем заблокировали главный вход. В здании прогремели несколько взрывов и начался пожар. Крыша Крокус-Сити практически полностью обрушилась. Часть посетителей укрылась от пожара на минус первом этаже. Еще часть оказалась отрезана огнем на четвертом. Позднее их эвакуировали пожарные. Связанные с силовиками телеграм-каналы пишут, что многих погибших нашли в туалетах и кладовых. Люди прятались там от стрельбы, но в итоге задохнулись из-за дыма. Сейчас вы видите первые фотографии из сгоревшего здания после теракта. Многие помещения полностью выгорели. Стены и потолки покрыты сажей, полы залиты водой. Пожар тушили всю ночь. Локализовать огонь удалось около четырех часов, но до сих пор в здании остаются очаги возгорания и еще виден дым над зданием. По кадрам из концертного зала было сразу понятно, что это теракт. Все ждали каких-то официальных заявлений, но никто не осмелился выступить с сообщением о теракте спустя пять дней после переизбрания Путина. По заявлению Пескова Путину доложили о произошедшем в первые минуты и постоянно информировали о всех принимаемых действиях. Спасатели и медики довольно быстро прибыли к Рокусу, но начать тушить пожар внутри они не могли. Никто не знал, где террористы. По инструкциям сначала должна быть обеспечена безопасность спасателей, поэтому все ждали приезда силовиков. Те появились лишь спустя час. Их построили на парковке. Журналисты начали писать о начавшемся штурме. В итоге штурма как такового не произошло. Террористы успели уехать до приезда полиции. Чтобы как-то оправдать свою бесполезность, полицейские начали гонять журналистов, чтобы те перестали снимать здание. Были перекрыты все выезды из Москвы. В розыск объявили белый автомобиль Рено Симбол. Начали появляться первые ориентировки на подозреваемых, искали четверых граждан Таджикистана. Стало понятно, что террористов в здании не нашли. Все еще было непонятно, кто и зачем устроил теракт, но это не помешало властям и пропаганде начать обвинять во всем Украину. Медведев написал, что все террористы должны быть найдены и безжалостно уничтожены, а если за организацией теракта стоит Украина, то и ее официальные лица должны быть убиты. Около трех часов ночи появилось первое заявление Путина, по крайней мере нам так сказали. Татьяна Голикова доложила Путину о состоянии здоровья пострадавших. По ее словам, Путин пожелал всем выздоровления и поблагодарил врачей, но сам с каким-то обращением открытым так и не вышел. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Начали появляться ориентировки. Уже утром стало известно, что машину обнаружили в Брянской области, в 100 километрах от украинской границы. Во время погони полицейским удалось пробить колеса у машины террористов. Сначала говорили, что удалось задержать двоих из четырех нападавших. Их фото быстро появилось в сети. Однако около 11 утра глава ФСБ Бортников заявила о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех нападавших. ФСБ заявило, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике. Террористы якобы собирались пересечь украинскую границу. На данный момент официально известно о 93 погибших, неофициально о 100. В списке опознанных сейчас 41 человек. Пострадавших 183 человека, сейчас остаются госпитализированными 107 человек, 60 из них в тяжелом состоянии. Среди погибших трое детей, еще 8 детей пострадали. Вот что сказал директор Склифа Сергей Петриков. На самом деле поступивший пациент в разное состояние. Есть пациент, который находится в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии. Ну где-то это 50 на 50. Поэтому те больные, которые, конечно, прошли через операционную, там с тяжелыми ожогами, они в более тяжелом состоянии. Сейчас в одном из залов Крокус-Сити-Холла проводится опознание погибших. Всего в здании в момент теракта находились несколько тысяч человек. Многие погибли во время пожара, задохнувшись. Слова одного из очевидцев опубликовал телеграм-канал ВЧК УГПУ. Мы все побежали вперед, забились в угол, около стекла, около входа. Они повернулись, подошли, один из них подошел к нам, расстрелял людей, которые были, и расстрелял стекло, около которого мы сидели. Благодаря этому мы смогли выбраться оттуда и убежать в парковку. Я видела, что их было двое или больше. Я видела, что они были с темными волосами, и что они были с автоматами. Они кричали друг к другу, но это была точно не русская речь. Мы зашли со входа, стояли в очереди на показ билетов. Сзади начались звуки и задымление, как будто кто-то взорвал гетарду. А потом через вход, через который мы входили, зашли эти люди и начали вокруг нехватать люди. Моя мама была на втором этаже в туалете. Когда мужчины прошли вглубь туда, внутрь уже непосредственно в фойе зала, они прятались сначала на кухне, потом спустились на склад, потом каким-то образом. Были сотрудники Крокуса вместе с ними на кухне, которые вместе с ними смогли выйти. По всей Москве у центров сдачи донорской крови растянулись огромные очереди. Люди приходят, чтобы помочь. Голикова заявляла, что донорской крови достаточно, но поддержка людей приветствуется. Спасибо большое всем, кто пришел и готов оказать помощь. По всей стране появляются стихийные мемориалы, а на билбордах и уличных экранах появились надписи «Скорбим». Люди несут цветы даже к самому Крокусу. По всей стране отменяют массовые и развлекательные мероприятия и передачи. Весь цивилизованный мир, конечно же, решительно осудил вчерашний акт терроризма, иначе быть не могло. Об этом заявляли главы самых разных государств, представители международных организаций. Интерпол выразил готовность содействовать России в расследовании теракта. Главная версия, которая сейчас обсуждается в американских СМИ, причастность ИГИЛ к теракту. Пишут, что у американской разведки были в распоряжении данные, что афганская группировка Валаяд-Харасан, она же ИГИЛ-К, планировала теракты на территории России еще с ноября, и все разведанные в частном порядке были переданы силовикам в Москву. ИГИЛ-К – самая жестокая радикальная джихадистская группировка в Афганистане. А еще она часто критиковала Путина за убийство мусульман и вмешательство в дела Афганистана, Чечни, Сирии. Поэтому последние несколько лет якобы была сосредоточена на России и подготовке терактов в нашей стране. При этом еще 8 марта американское посольство и несколько других стран предупредили о том, что в Москве могут готовиться теракты. Они призывали своих граждан не посещать массовые мероприятия. Путин же назвал все это шантажом и провокацией. И именно путинские хваленные спецслужбы должны были предотвратить теракт. Этой трагедии просто не должно было быть. Силовики и спецслужбы должны гоняться за настоящими террористами, а не за оппозиционерами, людьми с цветами, плакатами. А знаете что? Бортников еще в октябре прошлого года говорил, что эта группировка может перейти к терактам за пределами Афганистана. Об этом даже вот госсми писали. Спецслужбы, конечно, должны были быть готовы, но путинская система построена так, что защищать она может только диктатора. Мы выражаем самые искренние соболезнования всем пострадавшим и близким погибших. Это ужасная трагедия и терроризму нет никакого оправдания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!